Здравствуйте! Приближается день влюбленных 14 февраля и все сейчас занимаются тем, что плетут сердечки. Ну и я тоже не исключение. Вот у меня лежат сердечки, которые я когда-то плела раньше. По вот этим вот сердечкам у меня есть мастер-класс даже. Сердечко в технике квадратный жгут. Но сейчас я хочу сделать сердечко, брошечку, вот в таких вот нежных тонах. Вот я подобрала примерно белый бисер, блестящий. Вот такие у меня есть маленькие бибиконусы, нежно-розовый. Ну, такой вот белые жемчужинки искусственные. В общем, я еще пока не решила, как буду я это делать. Но вот я нарисовала такое сердечко. Ну, примерно я так распланировала, что тут у меня будут вот таким вот... Вот это вот камень я обшила жемчужинками. Он будет находиться вот здесь вот. Здесь будет как-то отделано, может быть, вот такими вот маленькими жемчужинками. Короче, тут надо сидеть сейчас, прикладывать и экспериментировать. Направление бисера, допустим, будет идти так, сюда. А здесь отделятся различными такими вот отделениями. Ну, вот на кусочке фетра я нарисовала такую картиночку и буду сейчас экспериментировать. Ну, а результаты я буду вам поэтапно показывать. Ну, на этом пока все. Ну, вот смотрите, я пришила мой обшитый камушек. Или называется риволи. Вот. И здесь по краешку я прошила... Вот есть такая штучка, называется конетель. Я отрезала трубочку и пришила ее вот здесь под край. И у меня такая даже мысль возникла, что, наверное, я попробую каждую, как бы, бусинку сделать такую вот ей конву из этой конетели. Вот. Ну, а пока я по кругу пришиваю вот такие вот жемчужные бусинки. Смотрите, как я это делаю. Намечаю, куда я захожу иголочкой. Выхожу с обратной стороны. И прохожу в эти же бусинки. Вот здесь вот я выхожу иголкой. И прохожу в эти же бусинки еще раз. Беру следующие две бусинки. Оттягиваю. И примеряюсь, где я буду их пришивать. Выхожу с обратной стороны здесь этих бусинок. И прохожу в них же опять. Таким образом, это делаю до конца. Ну, вот смотрите, я конетелью обшила почти все бусины. Сейчас я вам покажу, как это делается. Вот конетель, она имеет вид такой вот трубочки. Даже не трубочки, а пружинки. Такая пружиночка внутри пустая, видите? Видно или нет? Я нарезала ее, ну, вот мне нужно было 11 кусочков. Вот я на тетрадочке отметила расстояние, померила, какое мне нужно. И режется она очень просто. Вот так берется ножничками. По нужному расстоянию так. Отрезается трубочка. Ну, и сейчас я вам покажу, как это пришивается. Дело в том, что лучше резать и складывать конетель не на фетре, а на какой-нибудь гладкой поверхности, потому что она очень цепляется к фетру. Ну, а теперь я вам покажу, как я ее пришиваю. Вот у меня иголочка, видите, выходит вот здесь. Тут, видите, с леской не очень заметно. Я одеваю трубочку конетели на иголку. Вот. Одеваю на иголочку. И на леску и захожу. Вот, смотрите. Раз у меня вышло вот здесь, я немножечко вот так наискосок иду. Вот. Вот так раз. И она встала на свое место. Ну, тут, может быть, чуть-чуть я подправлю так, чтобы уже совсем было красиво натяжение нити, и она становится на свое место. И последний, остался мне последнюю трубочку пришить. Вот иголочкой я выхожу вот здесь. Так, она еще хорошо и красиво попасть вот сюда. Вот, видите, иголочка вышла вот здесь, между бусинками с задней стороны. Одеваю последний кусочек трубочки нашей. И захожу вот сюда, вот наискосок. Телеска не хочет. Значит, конечно, лучше, наверное, было бы пришивать на нитку, но я, дело в том, что планирую много прозрачных тут прозрачным бисером вышивать, и я взялась это делать на леску. Хотя, действительно, наверное, было бы предпочительнее шить на нитке. Ну, вот, посмотрите. Такая у нас получилась история. Но я сейчас закреплю ниточку и буду вышивать дальше, и поэтапно вам показывать. Посмотрите, стала я пришивать здесь серебристые бусинки, белые, и получается очень некрасиво, потому что фетр розовый, и просматривается уже некрасиво. Поэтому я, наверное, вот это сейчас отпарю. И вокруг белого вот этого вот выпуклого цветочка вырежу и пришью белый фетр. Ну, и я покажу вам дальше, как будет дальше. Вот, посмотрите. Я сначала хотела вырезать вот эту вот пуговицу и пришить на белый фетр, но потом подумала, что будет она очень выпуклая, потому что остальное сердечко я хочу вышить, ну, такими вот более мелкими бисеринками и бусинками. Поэтому я, смотрите, что сделала. Я наметила, в каком примерно месте будет у нас эта бусинка, вырезала второй кусочек фетра. Вот так я, как пуговицу, просто-напросто одела. И дальше я буду вышивать уже по белому фетру. Вот. И я думаю, сейчас я перенесу сюда изображение сердечка, и я думаю, должно получиться очень-то даже неплохо. Ну, я покажу вам, что будет дальше. Ну, вот, смотрите, я полностью поменяла концепцию и решила сделать более нежное, убрать серебро, а сделать вот такой вот... У меня есть, вот смотрите, вот такие малюсенькие кристаллики. Два кристалла равны по длине трем бисериночкам, вот таким вот. И они, когда вперемешку, получаются вот такой вот нежный и, в общем, очень красиво. Вот. Ну, вот я сначала обшиваю по кругу, ну, а дальше, дальше будет видно. Ну, вот, смотрите, следую своему плану, что здесь у меня будет идти сюда. А вот у меня получается вот такая вот история. Ну, я еще до конца не спланировала. Очень хочется, допустим, сделать вот эту часть белыми такими бусинками, но у меня они есть самых разных размеров. И вот я сейчас это сделать попытаюсь. Ну, дальше покажу. Ну, вот, посмотрите, я обшила вторую сторону. Что у меня получилось? По-моему, получается достаточно неплохо. Ну, тут у меня по плану должно было идти вдоль. Но, вы знаете, так изобилие, будем говорить, нашлось всяких бусинок и в таком цвете, что мне хочется использовать просто все. Я начала, как бы, в таком раздумье, что же дальше делать. Вот хочется мне использовать вот эти вот рисинки. Они, ну, идеально по цвету подходят. Есть у меня еще вот такие вот плоские бусины. Есть у меня рубка. Ну, вот, я даже не знаю. Мне хочется, наверное, вот здесь запустить ряд рубки. Ну, посмотрим, что из этого получится. Ну, вот, что у меня получилось. Я немного увлеклась и забыла снимать. Ну, вот, смотрите, здесь я вставила немножечко рубки. Тут хотела я вставлять рисинки, но они, как бы, по цветовой гамме получались немножко более вульгарно. А так вот, ну, очень такое нежненькое сердечко получилось. Смотрите, я его вырезала. Розовый фетр немножечко сделала так, чтобы он был, ну, больше обрезан, чем белый. Это даст то, что сердечко даже немножко более выпуклое получится. Но так как оно еще, видите, такое получилось чересчур живое, я вот приготовила картоночку. Вырежу под это самое, подставлю тоже где-то по размеру, чуть меньше, чем само сердечко. Вот, чтобы край у меня свободный был. И вот у меня такой кусочек кожи есть. К сожалению, белой нету, но подойдет, я думаю, по цвету с обратной стороны такой. Есть у меня еще вот такая вот замечательная застежечка. Вот, и я сделаю, и дальше уже покажу вам результат. Ну, вот, смотрите, я начала уже половиночку обшила. Обшивать я решила не бисером, а вот такими вот бусинками 2 мм. Здесь, смотрите, я отлинеила даже такую полосочку. У меня серебристая краска. И я вот даже решила, когда я все обошью, наверное, вот эту вот кожу я покрашу. Вот у меня есть краска. Она акриловая, очень хорошо. Ее можно даже, ну, это уже много раз проверено. Очень красиво. Я просто еще пока не решила, буду я белым или серебристым красить. Потому что все-таки для такой белой и светлой броши нужна бы белая кожа была. Ну, посмотрите, как я обшиваю край. Значит, вот ниточка выходит. Набираем бусиночку. И с задней стороны я прокалываю в нужном месте ниточку иголочкой. Так. Подтянули чуть-чуть, но не до конца. Вот эту бусинку я перетягиваю вот сюда, на переднюю сторону. Она почти вплотную становится к вот этой бусинке. То есть вот обязательно должна быть впереди. И вот в эту петлю, которая сбоку, продеваю ниточку, подтягиваю. И смотрите, наша бусиночка стала в рядочек. Еще раз одеваю бусиночку, нахожу нужное место, прокалываю, подтягиваю бусиночку вот сюда вперед, почти вплотную к этой, захожу в петлю и подтягиваю. Ну, давайте я еще раз вам покажу. Очень хороший метод. Бусинки становятся в рядочек при желании. Потом, смотрите, у меня здесь не хватает бусинки. Я потом пройдусь по всем бусинкам вот так иголочкой, нитью. Они у меня подровняются, будут более ровные. А здесь я еще доставлю вот так вот уголочек, чтобы уже было совсем красиво. Вот. Ну, давайте я еще один раз вам покажу, как я прошиваю бусинки. И потом я вам покажу уже готовое изделие. Смотрите, я прокалываю, бусинку передвигаю сюда вперед, на переднюю сторону нитки, захожу сбоку в петельку и хорошенечко подтягиваю. Вот, смотрите, как прекрасно все получается. Ну, я вам покажу уже, когда все будет готово. Ну, вот я и закончила брошку сердечка. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Края я обшила. Заднюю сторону я выкрасила сначала белой краской, а потом серебристой. Насчет прочности тут я вам могу дать гарантию. Такой краской я даже когда-то подкрашивала себе сапоги, и они носились потом не один год. Никуда это ничего не девается. Вот, ну, вот такое вот произведение. На этом все. Всего доброго. Если вам понравилось, ставьте лайки. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. У нас впереди много интересных видео. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok